За что Европарламент наградил Алексея Навального Сахаровской премией? Сахаров ведь был правозащитником, он был как бы мучеником, он был сослан в Нижний Новгород, как и Навальный, он был сослан в тюрьму. Ну, отравлен сначала, а потом сослан, за это и далее. Он тоже был правозащитником, он юрист, он постоянно разбирается с ЕСПЧ, он организовывает большую юридическую защиту для своих подопечных, ну и не только, для людей, в принципе, за это и далее, я полагаю. Я думаю, этим высказано все отношение к России, поэтому это определенный инструмент работы западных стран с Россией, вот и все только поэтому. Я сам из Беларуси, вот, я ждал, что премию Сахарова получит Колесникова, конечно. Ну, за Навального я очень рад, потому что Навальный как бы боролся и борется, продолжает бороться за нашу свободу, против вот этого вот всего. Сахаровскую премию Навальному? Да. Это чушь, по-моему. Почему? Ну, потому что где Сахаров, где Навальный, совершенно несоразмеримый, потому что он борется за права людей в России, свободы их. За что ему дали? Я просто даже не в курсе об этом. За что ему дали? За какие-то заслуги перед кем? Перед Россией он ничего не сделал. Он жулик, мошенник и вор. Потому что этот человек борется за свободу и прав граждан, за вообще демократические устои. По-моему, это герой нашего времени. И, к сожалению, его в нашей стране недооценивают, так как, и слава богу, дооценивают во всем цивилизованном мире. Ну, за то, что он, во-первых, в политике был не последним человеком. И он, как политик, безусловно, исключительно смелый человек. И посадили его только за политику.